Посмотрите, вникните, услышьте, как легко заставить вас верить в то, во что хотят вас заставить верить. Посмотрите, как это делается на мировом уровне. Через сети, через интернет, ютюб и так далее. Посмотрите. Новые порции фейков о событиях на Украине в инфопространство вливаются ежедневно. Западные пользователи ютюба даже составили целые подборки подделок, где попросту подменяются даты и факты. И вот уже дети из 16-го года переносятся в настоящее. Взрыв украинского склада снарядов в 17-м году выдается как результат российского удара. А якобы горящий Киев при проверке оказывается горящим китайским городом Тянцзином, где техногенная катастрофа случилась еще в 15-м году. Чем дальше от Украины, тем сложнее разобраться, что происходит. На испанском канале МСМ решили показать драматичный момент обстрела. Но геймеры легко вычислили кадры из компьютерного шутера «Арма-3». В виртуальном пространстве все методы идут в ход. Можно на украинский БТР нанести букву «З», будто трофей взяли. А можно показать, как российские солдаты якобы цинично пьют пиво на фоне горящей деревни. Вот только кадр этот из фильма еще 96-го года о войне в Югославии. Для убедительности снимаются видео, где российских пленных, как потом оказывается, играют граждане Украины. А на российские номера телефонов стали приходить спам-звонки якобы с голосом Зеленского. Я вас очень прошу, заберите своих сыновей, своих мужей, заберите домой. Ну хорошо. Мало того, что заинтересованные лица хотят и лгут нам, но они еще лгут, допустим, своему верховному главнокомандующему, который с усталым лицом, с легкой небритостью, печально, даже трагично, сообщает нам, кему миру, о гибели 13 пограничников на острове Змеиный. И награждает их званием Героя Украины посмертно. На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли, но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину. На самом деле их было не 13, а 82. И награждать их можно было и не посмертно, а вживую, потому что они благоразумно сдались нашим десантникам. А вот теперь смотрите, пожалуйста, обращение героически погибшего и чудесно воскресшего защитника острова Змеиный. Дорогие граждане Украины, к вам сейчас обращается мертвец, который воскрес. Поэтому думайте сами, что, как, зачем, да почему. То, что нам многие годы, на протяжении 8 лет уже вешают лапшу, я в этом убедился. Когда нас похоронили, когда мы еще живы, дали посмертно награды, которые нафиг не нужны, то у меня просто других слов нету, как сказать, что наше правительство... Чтобы не выражаться, просто нехорошие люди. Нас просто сдали. Не надо верить украинским новостям, потому что там реально идет дезинформация. Я надеюсь на то, что народ, который остался в здравом уме, они прекрасно поймут по последним данным, что и как, и все-таки соберутся и закончится эта война. Потому что она никому не нужна.